Я сегодня приятно удивлен такому количеству людей в нашем собрании. Я даже днем звонил пастыре, думаю, у нас не отменили служение, потому что с утра были в другой церкви. Сейчас просто весь Киев гудит просто. И все пытаются быть в одном месте. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Но я благодарен Богу за то, что мы ищем не человека, а ищем того, чтобы Бог говорил в наше сердце. Слава нашему Господу! Слава Богу! Я скажу, я удивлен приятно. В принципе, нас никто не обязывал, правда, никто не заставлял и не брать расписку за то, чтобы мы сегодня были именно на карьерной. Но почему-то мы пришли и имеем, я верю, вдохновение Святого Бога, чтобы нам сохранить то единство Духа и союз мира, в котором, пребывая, мы взыскиваем лица Божьего и понимаем, что над всем в нашей жизни бодрствует Бог. Слава Ему! Мы с молодежью только пели песню о том, чтобы сердце как дар принести к алтарю. Вдумайтесь в эти слова, братья и сестры. Когда мы живем в стране мирной и безопасной, когда мы не думаем о том, что нам завтра кушать или во что одеться, на какое-то время мы приготовлены и знаем, что у нас пока все будет хорошо. Но наступает время, когда человеку необходимо понять, как мне взять свое сердце и принести предалтарь для Бога. И некоторые люди задают вопрос, буквально скажите мне, что я должен делать? Духовно все понимают, да? Мы поем этот псалом, вдохновенно поем. Но каким образом мне взять свое сердце, может быть достать его, его же подарить надо, и принести и положить предалтарь Божий? Писание учит нас возрастать в Духе Святом. Когда человек бодрствует, он способен рассуждать о том, что говорит Священное Писание лично для него. Когда человек попадает в искушение, он требует просто для себя конкретных вразумлений о том, что ему нужно делать. И когда служитель ему говорит, тебе нужно покаяться и молиться, он готов миллион раз каяться и молиться. Он говорит, я уже два миллиона раз делал, если надо, еще миллион раз буду. Но это не работает в моей жизни. И человек требует объяснений, почему так, а не иначе. Братья и сестры, я знаю, что у каждого из нас есть свои способы в достижении Божьей милости. Я очень часто исповедую людей, разных людей, из разных церквей, из разных городов и даже из разных стран. И когда я порой слышу, каким образом люди решают свои духовные проблемы, это граничит просто с безумием, с содержимостью. Есть священное Писание, в котором говорит Бог для каждого сердца. Неважно, какого ты сословия, сколько у тебя денег, какие у твоих родителей, для каждого человека. И однажды Бог через своих учеников сказал уже в деянии святых апостолам, ныне Бог всем повсюду повелевает покаяться. И сам принцип покаяния, он воспринимается разными людьми, по-разному. А кто-то пытается со всей серьезностью подойти к решению этого вопроса, сосредоточиться на своем сердце, возненавидеть те грехи, принять наставление служителей и сказать это не для человека, а для Бога. Я помню, с одним служителем мы молились за одну сестру, и он говорит, сестра, тебе так и так нужно поступить, я уже делала так. Он говорит, Писание говорит, что вот так и так ты должна поступить, я уже делала так. И у нее даже какая-то агрессия проявилась в стоп. Да что вы меня заставляете одно и то же делать? Тогда брат сказал, послушай, неужели Бог врет? Она испугалась, говорит, нет. Тогда врет кто-то другой. Мы можем говорить, что моего покаяния или слов, которые я сказал для Бога, должно быть вполне достаточно. Но Бог одинаково говорят для всех. видит сердце, что происходит внутри него. Если сердце лукавое, Бог будет поступать по лукавству его сердца. Есть вещи, которые, знаете, спутывают нас, как спрут в этом мире. Дела житейские, суетные какие-то вещи, грехи, тайные грехи. Маленькие, большие, очень большие, разные. Иногда человек ожидает, ну уже раз за меня помолится, то за один раз у меня все должно прекратиться. Иногда так бывает. А иногда Бог требует усердия, исповедания нашей с вами веры. Когда мы шаг за шагом, день за днем, час за часом, приобретаем милость, любовь Божью, возрастая в наше спасение. Слава Иисусу! Вы знаете, братья и сестры, тот духовный мир, который нас окружает, он достаточно коварен. И если бы он не был настолько опасен, Бог бы, наверное, не говорил бы так много в Священном Писании о том, что нас окружает в этом лукавом и развращенном мире. И если мы относимся со всею серьезностью и пытаемся решать свои вопросы как раз на основании Священного Писания, где нужно терпеть, я буду терпеть, где нужно смиряться, я буду смиряться, где нужно долго терпеть, я буду это делать. Для чего? Для того, чтобы моя бессмертная душа на основании моей веры, которая до сегодняшнего дня не терпит кораблекрушения, а, возможно, кто-то уже в состоянии потопления. Братья и сестры, Священное Писание повелевает всем повсюду покаяться. Начало решения многих из наших вопросов как раз заключается в том, чтобы приобрести мир с Богом, стать в правильное положение перед Ним. Бог не раз требует от Своего народа «воззови ко мне», говорит Бог. И я услышу. Это не просто «обрати внимание на мое страдание». Это гораздо больше, это вопль души человека. Нету шаблонов, нету каких-то стандартов, посредством которым Бог будет слышать твою и мою молитву. Бог абсолютно точно будет слышать крик твоей души. Если тебя-то печалит, если тебя-то беспокоит, и ты с верой обращаешься к Богу, ты обязательно будешь услышан в небесах. Слава Иисусу! Я вспомнил, знаете, такой пример из юности. У меня был один товарищ еще в мире. Он такой был, знаете, глуповатый слегка человек. И у него были свои методы для решения своих проблем. И один из методов был, он где-то прогулял техникум, говорит, потом вечером лег поспать, поставил будильник на утро, проснулся в 9 часов вечера следующего дня и проспал занятия. Это как был уже не первый его пропуск, и он там был на карандаше у руководства техникума. То он говорит, я решил вызвать врача домой. Ну, чтобы дали больничный. Говорит, я перемотал себе голову, залил зеленкой, руки поперематывал там. Ну, видно такой весь, как бы сделал вид побитого человека, вызвал врача. Говорит, как раз родители где-то уехали на дачу, их не было дома. Дома проезжает, говорит, тетечка с акваяжем, я открываю. Здравствуйте, здравствуйте. Она, а где здесь больной? Он говорит, я стою весь перевязанный, так по сторонам смотрю, ну, вроде же никого другого нету, явно я больной. А там врач, видно, специалист, говорит, ну, а что вас беспокоит? Ну, он думает, ну, вообще, ну, женщина, видишь, зеленка на голове, руки перевязаны, плохо мне. Ну, и он так в сердцах говорит, на мизинец мне наступили в транспорте. Этот диалог, он, знаете, затянулся, затянулся, он видит, что дела не будет, и больничный ему никто не даст. Говорит, если честно, у меня живот болит. А с какой стороны? Он так говорит, ну, с правой. Потом она пару раз переспрашивала, а он забывал, то с правой, то с левой. В общем, завезли его в больницу и вырезали аппендицит. Было больно ему потом смеяться, когда он вспоминал всю эту историю, мы приехали сюда в больницу его проведать, на Мидгородок. Но говорит, ну, по крайней мере, мой вопрос решился. Я не знаю, братья и сестры, стоит ли человеку идти на такие жертвы, чтобы решить какие-то банальные вопросы в отношениях между человеком и человеком. Иногда в духовном мире мы позволяем себе сделать такие вещи, которые просто, мало сказать, не соизмеримы со священным писанием. Эти вещи на самом деле в духовном мире дают место лукавому иметь власть над нашей личностью, над нашей сущностью. И проходит короткое время, и люди уже начинают паниковать, просто потому что вопрос не решается. И так пробовал, и так пробовал, и тем или с этим, ничего не выходит. А проблема остается внутри этого человека, внутри сердца. И сейчас этот человек живет в Бельгии, о котором я рассказывал. Ему уже тоже под 40 лет. И недавно он проезжал, может, год или два назад. Он приехал, и я на его лице увидел такие, ну, ожоги такие, знаете, как раз вокруг всего лица. Я говорю, Леша, что у тебя с лицом? Он говорит, ну, сварка. Сварка. Ну, варили трубы какие-то. А я смотрю, что ожоги такие. Я когда-то, когда бросал курить, то я бычки в руки тушил себе, ну, чтобы больше, чтобы завязать. Знаете, мне до сих пор один шрам остался. Ну, в одном дворе росли, в одной школе учились. Вот. И я смотрю, что эти ожоги как раз похожи вот не на сварку, которые вот, ожоги сварчика. Я видел ожоги сварчика. А как раз на сигаретные. Я говорю, Леша, а я уже верующий, знаете, я уже могу дать ему наставление. Я говорю, знаешь, Леша, это похоже на сигареты. И он, знаете, на моих глазах, он такой здоровенный детина. И он просто заплакал. Говорит, ты знаешь, у меня была такая депрессия, такая безвыходность была в моей жизни, что я просто пил и об свое лицо тушил сигареты. Вот в такой депрессии находился человек. Я говорю, послушай, таким образом ты не решишь вопросы своей жизни. Есть единственно верный путь, по которому ты пройдя сможешь увидеть смысл жизни твоей на земле. Тебе нужно покаяться. И есть покаяние в имени Иисуса Христа. Ну, кто помнит, он такой лысоватый, такая крупная голова у него. И он каждый раз, когда проезжает в Киев, он обязательно посещает церковь. Слава нашему Богу. Он в тот вечер покаялся, он приобрел мир с Богом. Ему на какое-то время помогло, но так как он не имеет общения с верующими, то он верующий такой, знаете, от приезда в Киев до приезда в Киев. Но у нас есть вернейшее пророческое слово, которое сегодня касается любого человека, который может коснуться любого сердца человеческого, в каком бы состоянии депрессии этот человек не находился. Вы знаете, Бог настолько добрый и настолько верный, что он готов прощать нас, братья и сестры. Где бы мы ни согрешали, где бы мы ни спотыкались и падали, где бы мы ни теряли наш мир, Бог готов услышать наше обращение к Нему, нашу молитву, наше покаяние. Слава Иисусу! Писание говорит о том, чтобы Христос учит, когда ученики спросили у Него, сколько раз прощать мне, брата? Ну, сколько раз этого человека можно миловать? Бог говорит, до семи, между семидесяти раз. Математики сразу посчитали, сказали, сколько это будет? Сколько? Мало математиков на карьерных столах. Раньше это четко говорили. Сколько? 490. О, 490 раз на день. Скажите, пожалуйста, если Бог требует такого прощения от нас с вами, сколько раз Он может простить нас? Писание говорит, если Он обратится и покается, то что ты должен сделать? Простить Ему. Но Он же брат твой, ты не можешь не любить Его. Мы порой, знаете, сокращаем ту милосердную любовь Божью и думаем, все, я попущен. Раз, два, три, кто-то до семи раз считает, а на восьмой раз Бог меня уже попускает и не прощает. Если обращаешься от своего сердца, Он прощает тебя. Слава нашему Богу! Вы знаете, братья и сестры, Сатана не хочет сделать из нас наркоманов, алкоголиков, тайных курцов или злоречивых, или там, я не знаю, какими грехами обладаемых. Его единственная цель разрушить в нас веру, в прощение Божье. И когда человек перестает верить в свое прощение, он уже служит не Иисусу. Он начинает служить тому, кто порабощает его сознание, кто не позволяет ему переживать мир Божий, не дает ему возможности прибыть в состоянии присутствия Духа Святого. Аллилуйя! Братья и сестры, сегодня Дух Святой есть на этом месте. И как пастор говорил, и утром был, и верю, завтра придет. Когда-то Николай Адамович говорил, знаете, тут сейчас приглашают великих проповедников, говорят, у нас там будет такой проповедник, у нас там такой проповедник. А Николай Адамович такую мудрость имел, и говорит, завтра к нам на служение прийде Христос. И людей было богато. Слава нашему Богу! Вони поверили своему пастырю. Христос действительно приходит на общение святых. Писание говорит, я читаю в притче, 24 глава, 16 стих, «Ибо семь раз упадет праведник и встанет, а нечестивые впадут в погибель». Сегодня, знаете, Писание, просто проследите, возьмите симфонию и прочитайте места, которые касаются праведника. Праведник, праведность. На самом деле, множество, множество мест Писания говорит о праведности. И у нас может сформироваться стереотип человека, который действительно праведен. Я не знаю, вы встречали праведных людей? Кто знает, о чем я спрашиваю, сразу сказали, да. Мы все здесь праведные. Потому что праведность наша, как запятнанные одежды. Но верою в Иисуса Христа мы оправдываемся. Аллилуйя, слава нашему Богу! Действительно, Бог и в ангелах своих может усмотреть недостатки. Бог знает все твои слабые места. Он знает, где ты можешь споткнуться и где можешь упасть. Мы молимся такой молитвой в начале каждого служения. Не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Когда мы вкладываем смысл в эти слова, а не просто читаем их, как заклинание какое-то. А может быть, кто-то даже не обращает внимания на то, что читает. Я первое время, когда учился ездить на машине, у каждого человека этот момент был. И кто-то может вспомнить какие-то интересные истории. У нас гараж у родителей, и папа мне время от времени давал машину, но очень боялся, очень переживал, и неспроста. И я, когда заезжал в гараж, я был неверующим человеком. Единственное, что я знал о Боге, это молитва «Отче наш». И я положил в своем сердце, что для ученика там по таким углам надо было заехать и так вырулить, а гараж очень узкий, и там нужно было четко-четко встать посредине, иначе или не выйдешь, или машину поцарапаешь. И я положил в свое сердце, если я три раза прочитаю «Отче наш», Бог меня сохранит. И Он действительно хранил, слава Богу. Вот я себе три раза прочитал, на газ, и заезжаю в гараж. И я помню один раз в суе так выскакивал из гаража, и забыл помолиться. И снес полстолбика и полмашины. Папа очень огорчился, мне потом, как один брат говорит, рассказал сегодня брат Сережа Вознюк, мы сегодня общались после служения, и он говорит, где-то в Польше наши украинцы где-то попали в аварию, и, ну, знаете, украинцы, им вечно куда-то нужно спешить. Ну, и въехали там в поляка, себе машину побили, ему побили машину, и остановились, ну, этим кортеджем уже не могли разъехаться. И они такие расстроенные, выбежали, переживают, чужая страна, там, деньги надо платить. Вот, и этот поляк выходит, такой спокойный, ну, уже понял, что люди с Украины, там язык более-менее похож. Говорит, ребята, да не переживайте вы, да ну успокойтесь, это все можно восстановить. Они такие успокоились, уже такие, знаете, аж расплылись, думали, сейчас их отпустят. Говорит, все можно решить за ваши деньги. Действительно, братья и сестры, когда мы доверяем нашему Богу, наши вопросы решаются, но если не сами собой, то точно на основании нашей веры, или, правильнее сказать, доверия всемогущему Богу. Мы сегодня можем не видеть плода наших молитв, мы сегодня не можем осязать результатов того, о чем мы уже долгое время постимся и молимся. Но если в нас есть вера, если мы просим по воле Божьей, мы должны верить, что мы получим просимое. И в тот самый момент, когда у тебя уже будут ослабевать силы, когда тебе нужно будет держаться обетований Царства Божьего и прикладывать усилия как раз не к тому, чтобы получить, а для того, чтобы остаться верным Богу, в этот самый момент Бог открывает. У Него, знаете, какие закрома? У Него благодать на благодать, Он не меры дает. Он всемогущий Бог, Он знает, в чем ты имеешь нужду, знает, что тебе нужно до кризиса, во время кризиса, после кризиса или на пороге нового кризиса. У Бога для тебя есть все. Слава нашему Богу. Если ты, с одним условием, если, если ты доверяешь Ему. Писание говорит, ибо семь раз упадет праведник и встанет. Возможно, тебе сегодня тяжело. Ты уже находишься уже не в состоянии страха осуждения от своих ближних, а уже в состоянии самоосуждения. Время благоприятное, чтобы взыскать лица Божьего, довериться Ему. Продолжай делать. Продолжай делать то, что ты начал. Когда-то пророк Илья увидел ту облачку с ладошка, и для него уже это было великое значение. Имело великое значение. Я сегодня вспоминал, уже утром в другой церкви, а еще раньше у нас вкратце вспоминал эту историю. Мы в Сарнах были в одной церкви, и подошла сестра и сказала, что у нее дочка, ей уже чуть-чуть больше 40 лет, и больше 20 лет она болеет на эпилепсию. Член церкви, крещеная Духом Святым, и вся церковь просто сострадает, потому что там по нескольку раз на день, до пяти раз на день эти приступы, каждый день, ежедневно. И эта мама, она уже настолько измучена, она тоже уже в возрасте, ей настолько тяжело смотреть на страдания своей дочери. С одной стороны, для людей она уже безнадежно больна, и неизвестно, сколько Бог даст ей времени прожить, но она мучится, она мучится, она мучится и мучится. И она подошла после служения, говорит, не могли бы вы помолиться за мою дочку, она сейчас в больнице, а мы уже так спешили ехать на Киев, поставили просто визитку с номером телефона. И через короткое время она позвонила. И вы знаете, мне в общении с ней необходимо было наставить ее в вере, дать ей такие наставления в вере. По-человечески я могу сделать это на основании Священного Писания. Может быть, самые элементарные места провести то, что было на памяти, но я тогда помолился и Дух Святой сказал, проговори ей такие слова. Расскажи ей о том, что для того, чтобы она получила исцеление, я, Бог, могу просто остановить землю и провернуть ее на 10 ступеней назад. Только для того, чтобы она поверила, что я могу это сделать, что я могу ее исцелить. И когда я сказал эти слова, я услышал на том конце трубки, что там началась молитва. Такая помазанная пятидесятническая молитва. И от начала и до конца эта молитва росла, 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 росла. Я сам уже в Киеве пережил настолько это присутствие, настолько помазание Духа Божьего на то, что Бог начал двигаться в ее жизни. Через две недели они перезвонили очень довольные и счастливые, рассказали, что эти приступы сократились до одного раза на день. Они были, ну, они были искренне счастливы. Ну, представьте себе, от пяти раз до один раз без денег, бесплатно, просто из-за молитвы. До одного раза. И тогда Бог побудил мое сердце сказать, послушайте, Бог, если начинает действовать, Он полностью освобождает. Вы помните человека, который был слепым? Раз помолились, ну, что видишь, вижу людей, как деревья проходящие. Ну, Христос еще раз помолился. И человек начал видеть. Мы еще раз помолились. И я уже вместе с ними считаю дни. Сегодня пятый. Ни одного приступа. Слава нашего Богу. Бог начатое совершает до конца. Для Него, для Бога нет ничего невозможного. Все, что тебе нужно, есть на страницах Священного Писания. Просто доверься. Просто поверь, что Бог может изменить твою жизнь. Бог может снять твою болезнь. Это, знаете, порой бывает лже-смирение, когда человек смиряется и просто терпит боль. Поверьте, для Бога нет ничего невозможного. Он исцеляет и душу, и тело. Аллилуйя, аминь. Его Писание Бога вдухновенно. Он измученных выводит на свободу. Он делает возможность или открывает двери для праведника, чтобы он все равно мог встать. Даже если ты упал и понимаешь, что ты сейчас лежишь, тебе может быть стыдно, но поверь, Бог хочет, чтобы ты поднялся и продолжил идти. Сегодня ты терпишь поражение, но завтрашний день Бог может настолько преобразить для тебя, что ты переживешь, что значит победа в Духе Святом. Мы будем сейчас молиться за нужды, братья и сестры. Редактор субтитров,